Так, друзья, время уже почти 6 вечера, до Уфы 240 километров, и я думаю, что пора бы, раз уже завтрак был, надо бы, наверное, остановиться пообедать все-таки. Сейчас найдем местечко, какую-нибудь еще беседочку, я уверен, они здесь найдутся, потому что в Адарстане они встречаются намного чаще, и это очень здорово, потому что в Нижегородской области я ни хрена не нашел беседок. Здесь их прям обилие, они разные, с разных сторон, очень круто, можно даже ехать и выбирать, в какой остановиться. Знаете, что я здесь подумал? Я же вроде бы как еду на родину Моргенштерна, он же вроде бы как Суфы, да? Я не знаю, да или нет, ребят, напишите в комментарии. Походу заканчивается республика Татарстан, и начинается... Блин, забыл. А, вот же написано, республика Башкортостан, Башкортостан. Какой тут ремонт дорог при въезде в Башкортостан, блин, Башкортостан. Такая деревушечка прям олдскульная, у кого-то вон там песечка или банька топится, бабушка с дедушкой сидят на лавочке, тусуются. Прикольно. Атмосферная такая деревушечка, тихая, спокойная такая, ну и на трассе на основной федералке. Да, конечно, в Башкортостане, да, конечно, в Башкортостане, конечно, дороги не татарские. Так, похоже, менты стоят, потому что мне моргают. Ага, вижу засаду. А, они с камерами стоят, нифига себе. И потом вычисляют, кто сколько ехал. Ну, припал. Так, что-то я уже въехал в следующую республику, солнце уже почти село, а я так и не нашел места для того, чтобы пообедать. Друзья, я только что проехал, как по мне, прикольное место на природе. Тут нет, походу, беседок нигде, но я нашел прикольное место с красивым видом. Посмотрите, друзья, на этот закат. Твою ж мать! Просто! Это же великолепно! Вы когда-нибудь видели такую большую солнце? Ой, или это луна? Блин, я туплю, короче, друзья. Я за последние 48 часов спал, из них 6. Я дико туплю. Как по мне, смотрите, вот эта дорога, ну, почти в никуда, видите, в поле. Самое, что не на лучшем образом, подходит для нашего пикника. Сейчас здесь разобьем лагерь, покушаем и полетим уже наконец-таки в Уфу. До встречи еще целый час. Отлично! Успеваем. Блин, местечко просто кайф. Поля, засаженные разными культурами. И вот этот вот закатик просто бесподобный. Ну что ж, а я достаю новый свой сухпаек. И в этот раз, друзья, мы будем есть уже не российский. Так, наконец-таки сумка станет чуть-чуть полегче. Итак, тадам! Сейчас мы отведаем американский сухпаек. Он как раз-таки идет разовый. МРЕ он называется у них. Мил, ready to eat, индивидуал. То есть индивидуальный рацион питания, готовый к употреблению. Что они здесь еще пишут? Продажи не для продажи, короче, как и на российском. В итоге все равно продают откуда-то, находят. Что они еще тут пишут? Что-нибудь вообще? Сколько калорий, сколько чего? Ничего не сказано, короче. Здорово! Привет! Отписчик я твой. Да? Отлично, да. По сторисам поймал? Да, нет, я вот этого. Мы в Чернов ехали. Возле доправки увидел, я думаю, твой не твой. Ну, прям. Звук? Что, наклеечку подогнать? Да, конечно. В Челябу. Можно пятеру выиграть, если угадаешь город и страну, куда я, конечно, точку еду. В Армейске? Ну, это не, это только начальная точка. Сейчас вот как раз-таки собрался покушать. Это моя еда на сегодня. Что такое? Знаешь, что такое? Это армейский сухопаевок. Но это американский. Понял. В Киеве же вода будет здесь. Если надо, там вода ничего не надо? А, да нет, 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 все есть у меня. Все есть. Я тут как раз-таки сейчас хотел мини-лагерь разбить на фоне вот этого заката превосходного. А? А, да, видел, видел, видел. Не разрешишь нам отпускать? Да, конечно, давай, прыгай. Все, готово. Да, спасибо. Удачи, ехали. Спасибо, спасибо. На связи. Красавчик. Так, друзья, ну что же, солнце, короче, село прям буквально за минуту. Давайте, наконец-таки, распечатаем и посмотрим, что у нас здесь. Так. Интересно самому, блин, посмотреть, да, вот, ребят, что кушают американские военные. Это разовый паёк. Не так, как и в российском. Завтрак, обед, ужин, там все вместе суточный. Нет, это разовый паёчек. И сейчас посмотрим, что здесь вообще предусматривает он с собой. Тут вообще какая-то посудка-то хоть есть? Вегетарианская тако-паста. А, для него посудка нужна, прикиньте. А у меня же посуды нету никакой. В чем же я буду разогревать? Что же это за сухпаёк такой? Фёстрайк. Энергетический батончик. Крекеры. Что-то еще, короче. Чанки баттер. Что-то тоже непонятное. Короче, здесь посудка-то будет. Капучинка, кофе. Соль, перец. Жвачка. Ложка одна. Такая пластмассовая, кстати, плотная, толстая, хорошая. И, собственно говоря, что это такое у нас? Какие-то пластыри, что ли? Инструкция. Наливаешь воду в него. Хоп-хоп-хоп. Это какие-то влажные салфетки, что ли, получаются? Блин, короче, друзья, я этот американский паёк не смогу ни хрена сейчас хоть как-либо использовать. А знаете почему? Потому что у меня нет посуды. Видимо, в американском паёке предусмотрена такая штука, что посуда у них какая-то своя, что они свою носят. Я пока не понял ни фига. Поэтому предлагаю пока завернуть американский паёк и открыть другой. А другой у нас тут есть, друзья. Знаете, какой он паёк? В следующей стране это 24-часовой суточный паёк в Великобритании. Кстати, чтобы вы понимали, на российские рубли вот такой вот паёк американский стоит 1900 рублей на разовое питание. А вот такой вот британский паёк, трёхразовый, утро, обед, вечер, стоит, знаете, сколько? 4200 рублей. Охренеть, ребят. Вот, прикиньте, 24-часовой рацион, 4000 килокалорий. Прикиньте, человеку нужно 2800 калорий в день, а здесь 4 косаря. Охренеть, давайте вскроем и посмотрим, что здесь, чем удивит Великобритания. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Офигеть, здесь тоже, блин, всё накидано, всё вместе, прикиньте. И непонятно, что здесь, как вообще. И всё тоже в пакетах, что ли? Да, представляете? Всё в таких вот пакетах. И всё это нужно где-то разогревать в какой-то посудине, которой здесь, конечно же, нету. Капец. Наборы салфеток, но нет посуды. Что это за сухопайки такие? Либо они этих с пакетов пьют, я не знаю пока, друзья, кто шарит, разбирается. Давайте посмотрим вообще, что здесь в этом пакете есть, в Великобританском, за 4 косаря. Энергетический напиток. Приготовленный рис. Рис, короче, не знаю, что за хрень. Chicken sauce, короче, что-то с курицей. О, это батончик. Видимо, на завтрак. Чили соус. Там какое-то мясо, тоже курица, походу. Блин, интересно, кстати, выглядит. Здесь вот какие-то кусочки мяса. Какой-то ещё пакетик. Очень много маленьких пакетиков вот таких. Кола. А, прикиньте, это тоже напиток. Гриффрут. Drink powder. А, с гриффрутом, прикиньте, напиток. Ещё один энергетический напиток. Офигеть здесь напитков. Здесь какой-то, типа, чокопай. Это соус сырный. И всё, собственно говоря. Блин, капец. Без посуды я ни американский, ни британский сухпаёк не смогу поесть. Представляете? Так что мне срочно нужна, короче, какая-то железная тарелка. Давайте так. Тоже собираем это всё пока назад. Уже после Уфы я куплю себе как следует то, что надо. Но я подстраховался, друзья. У нас, помимо того, что у нас Великобритания с Америкой подкачала, а я хотел именно сегодня попробовать их наконец-таки, у нас ещё есть наш российский сухпаёк. И я уверен, что с ним мы сейчас вообще на ура разберёмся. Он тут занимает у меня половину просто, половину места в сумке. Вот такой военторг. Не для продажи. Ну, они, короче, все не для продажи. Он тоже идёт суточный. Ладно, давайте посмотрим, что можно здесь покушать на обед. Ну, эти классические галеты, короче. Печенек до хрена. Мясо с фасолью и овощами. Мы такое уже ели на завтрак. Шпик солёный консервированный. Сыр плавленый. Ну, кстати, это классная тема на завтрак. Жевательная резинка драже. Это, кстати, набор армейский, офицерский. То есть он такой, типа, считается мазёвый, крутой, то есть жирный. Концентрат для напитка сухой. Пюрешечка, но это на завтрак. Икра овощная. Тевтели из говядины. Консервы мясные, фаршированные, стерилизованные. Отлично. Именно этим мы сейчас и будем обедать. Две салфеточки. Повидло. Смотрите, какие-то крутые спички, которые можно зажечь водо-ветроустойчивые. Круто. Давайте им прям и зажжём. Сахара, как обычно, до хрена. Сливки сухие. Кофеёчек. Это, наверное, чай. Да. Фарш колбасный, любительский. Фаршик колбасный. Я хочу его тоже попробовать на обед. Два концентрата для напитка. Фруктовая свежесть. Каша рисовая с говядиной. Кстати, каша рисовая с говядиной и тефтели из говядины. Я буду кашу рисовую с говядиной. Вот это я буду лучше. Тефтельки мы оставим на завтра тогда. Офицерский батончик, смотрите какой. А это что такое? Поливитаминный минеральный комплекс. Офигеть, нифига себе. Таблетка есть. Интересно, от неё шторит? Обязательно выпью. И заключительно у нас здесь паштет печёночный. Ну, кстати, слушайте, неплохой такой наборчик. Три у нас, получается, ложки и один нож. Блин, МЧС-овски легко было поджигать. А здесь нужно держать долго самому. Так, ладно, пускай разгорится пока. А остальное мы пока складываем, что не будем кушать. Берём кашку рисовую. Я думаю, вскроем для начала вот так вот, чтобы воздух выходил. Там мало ли не надувалось. И вот так ставим на огонёчек. И всё. У нас она разогревается. И я хочу ещё вот такой вот фарш колбасный попробовать. С галетами получается. Ну, они здесь выступают, эти печеньки вместо хлеба типа. Давайте себе ещё приготовим вот такой вот напиточек. Концентрат для напитка сухой, бодрящий. Бодрящий, отлично. Это то, что мне нужно, потому что я мало спал. Кашка уже разогревается. И сейчас будет напиточек. Интересно, она тоже будет шипеть? Да, поднимается, смотрите. О, красненький. Красного цвета. Может быть, даже вкусный получится. О, какой он, как цвет поменял. Розовый стал, офигеть. Фарш колбасный, любительский. Давайте попробуем. Фу, что за дрянь. Это как будто, знаете что, какой-то кошачий корм реально. Уже не зашёл этот обед. Итак, друзья, ну что ж, я попробовал кашу рисовую с говядиной. Вот так она выглядит. Что вам сказать? Дерьмо какое-то. На самом деле, ну какой-то рис засохший. Я его вроде погрел посильнее. Попробовал сначала. Подумал, что нужно посильнее прогреть. Может быть, чтобы там вот этот жир, который есть, он как-то может быть разогрелся. Ну нифига. Рис сухой. Какая-то тушёнка не очень. Вообще, ну короче, блюдо, мягко сказать, говно. Ну, я его съем, конечно. Чтобы подкрепиться калориями. Потому что солнце уже зашло. И буквально через ещё минут 10 будет кромешная тьма. Я снова в тонированном визоре. Будет нихрена не видно, куда ехать. И мне нужны будут силы, чтобы с этим справиться. Встреча уже через час. Мне ещё ехать где-то 150 километров. Но, в принципе, если 150 держать, за час я доеду. Конечно, скорее всего, поднезадержусь. Потому что, когда заходит солнце, всегда это тоже замедляет райдера. Даже если у него светлый визор, всё равно ты едешь более-менее аккуратно. Когда идёт ночь. Когда наступает ночь. Что касаемо водички. Абсолютно то же самое, что было в МЧСовском байке. То есть, абсолютно тот же вкус. Хотя цвет другой. Но, на самом деле, ты смешиваешь. И получается, у тебя вода становится просто сладкой. И с каким-то ароматизатором. Например, здесь клубничный. Но, как по мне, он такой же, как и был в МЧСовском. Предыдущем, когда он был жёлтого цвета. Один в один вообще вкус. Ковыдки то же самое. Вкусный ли этот напиток? На самом деле, он сносный. То есть, это то, что делает обычную воду сладкой и вкусной и приятной. Если цель утолить жажду, на самом деле, я бы попил просто воды, нежели делая вот эти вот коктейльчики. Ну что, друзья, мне приятного аппетита. Если вы тоже кушаете, вам тоже приятного аппетита. Я это всё доедаю. И стартуем, наконец-таки, в Уфу. Хотя нет, стартанули мы-то уже давно. Просто едем очень долго. Ну что ж, друзья, что и требовалось доказать. Пока я покушал, здесь всё убрал за собой. Конечно же, солнце уже село. Офигеть, только 7 часов на улице. Если бы знал бы я, конечно, то не поехал бы. Шучу. Ну, то взял бы, конечно, с собой прозрачный визор. Потому что ехать сейчас будет до Уфы. Ну, довольно-таки сложно. Просто кроместная тьма снова. Хотя вам так не кажется сейчас, но на самом деле, друзья, вы бы видели моими глазами сейчас. Блин, в Башкаркарстане, блин, в Башкаркарстане очень много мушек каких-то появилось. Только солнце зашло, появились какие-то добрые мушки. И ехать с открытым визором просто нереально, друзья. Они как снег. Они валят просто. Они прям в глаза. Я не знаю, видно или нет сейчас через камеру. Они прям бьются в оптику мою, прям в фару. И залетают в глаза. И ехать просто нереально. Я еле-еле 90 км в час еду. Блин, стоим уже битый час, короче. Мне это надоело. Ждать что-то там непонятно. Все, я поехал. Чего стоим? Кого ждем? Вообще непонятно, что там. Чего ждем-то, блин? Вот пробка из ничего, друзья. Стоишь только время, теряешь. Самое интересное, ну вот здесь ремонт происходит. Видно, да. Ремонтируют. Но в ту сторону-то никто не едет. Почему красный горит? Прикольно. Едешь тут по такому селу. И так пахнет этими коровами. Вот этим вот, знаете, коровьим молоком. Прям вообще. Прям чувствуется, что здесь хозяйство у многих. Потому что я прям еду, и на протяжении всего времени, пока вот я еду, еду, еду по деревне, все время пахнет. То есть получается, блин, каждый второй, наверное, держит какую-то скотину. Ну, как минимум, коровь точно. Потому что этот запах вот этого молока коровьего, ну, натурального, он просто не уходит, представляете? Опять светофор. О, хотя вот здесь он даже с индикацией идет. Типа 50, 49, 48. Так. Я, пожалуй, включу свет. А чтобы меня не сбили нафиг. А то я заглушился и стою тут такой, короче, смотрите. Ночь. Я один. Где все-то, блин? И вот что мне 20 секунд стоять? Вот скажите, кого мне ждать? Я поехал. Капец, вот эти вот мошки, это просто как дождь из мошек. Открываешь визор, и они прям бум-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам налетают просто в визор. Нереально. Это мошкиный дождь. Ночь и тишина, данная навек. Друзья, короче, прикиньте, по ходу встречи придется переносить. Я по своим ориентируюсь, сейчас 8 часов. Мне еще 100 км до Уфы. Открываю телефон, и вижу, что здесь время переключилось уже на 10 вечера. Вы можете себе представить? То есть здесь уже у людей плюс 2 часа. Сегодня уже собираться нет смысла, тем более на взлетной полосе. Там по-любому нет света, и какой вообще смысл там показывать вилле и тренироваться. А то у меня связи здесь до сих пор нет. Я даже, ребят, не могу предупредить, что мы будем встречи переносить. Как только заехал в Башкаркастан, моя сотовая связь просто отказалась работать. И до сих пор не работает. Прикиньте. Так, дорогие друзья, 100 км еще до Уфы, а у меня уже загорелась лампочка бензина. И у меня нигде не ловит сеть. Черт возьми. Не знаю, я в любом случае сейчас, наверное, заеду на место сбора на взлетку, потому что мало ли кто туда пришел и до конца ждет хоть чего-то. Блин, ладно, хотя бы сторисы выгружались, а так вообще люди блин, приехали, наверное, и уехали. Где там это Уфа? Я еду по кроместной тьме. Не понятно. Блин, ну хоть бы фонарики были бы, знаете, или, например, тачка какая-нибудь, ехала бы хотя бы 120-140, чтобы я за ней прицепился бы, закрыл визор и кайфовал бы. Нет же, еду с открытым визором, у меня фигачит ветер в глаза, просто песок, мошки. Жесть. Последние 100 километров перед Уфой такие дикие перепады по температуре. То есть я сейчас еду, мне тепло нормально, офигенно, и тут бам, знаете, как будто ты в низину какую-то жесткую заезжаешь с туманом, становится прям сразу холодно. Знаете, как будто ты едешь летом в экипировке, и тут разу бам, и ты как будто едешь в конце сезона, когда уже почти все закрыли мотосезон, когда уже, знаете, холодный такой ветер, градусов 6 на улице. Прикиньте, такой перепад, да, там с плюс 25 на плюс 6. Ощущения вообще необычайные. Ты едешь, такой, тебе жарко, будто усталость, и такой бам, такой заряд бодрости. Круто. Офигеть, какое темное небо в Пашкаркастане. Просто, ребят, вы посмотрите, я не знаю, видите вы или нет, небо настолько затянуло, то ли тучами, то ли чем, и оно попросту сошлось, знаете, с землей, небо с землей сошлось, и как будто я в одной кромешной, пустой темноте еду. Я сейчас даже моментами подумал, что как будто я еду под каким-то куполом черным, знаете. О, свет, походу Уфа, близко. 78 километров. Блин. И так вот, прям близко. Ну что, друзья, дела плохи. У меня уже давно, короче, горит лампочка, и я не знаю, сколько у меня бензин осталось 15-10 километров проехать. Короче, впереди кромешная тьма и трасса с очень хорошей дорогой, но нет ни хрена нигде заправки. Приехал вот в такое место, короче, увидел здесь газ, что продают. Спросил у мужичка, где ближайшая заправка, он говорит, что 26 километров примерно. Я что думаю, что мне, скорее всего, топлива не хватит, а где-то вставать на трассе я просто не хочу, потому что там без света, без связи. У меня, я как заехал в Башкоргастан, у меня вообще связь пропала. Здесь, конечно, есть отельчик, здесь, конечно, можно переночевать, но я не понимаю, какой смысл, если все равно у меня бензина нету. Можно, конечно, пробовать сейчас ехать и где-то встать. Короче, время уже по-нашему 9.18, по местному времени уже почти полдвенадцатого. Капец, короче. Ну, не знаю, может, хотя бы посмотрим, сколько там бензина, хотя бы примерно, визуально. Потому что я не знаю, если он прям там совсем на донышке, то я еще много не проеду. Йома! Где бензин-то? Вообще на донышечке. Очень мало. Я впервые вижу, так мало бензина. Поехали, попробуем в отеле узнать, может, у них есть хотя бы Wi-Fi. Мы хотя бы подключимся, я не знаю. Здравствуйте. хотя у вас вайфай есть спасибо есть актив можно подключиться не просто понять там где заправка ближайшая что понять у вас без пароля уфа мотель это ваш 27 километров брия хрен доеду да вот так топлива никто не подает бутылку 2 там 5 95 я в общем выложил stories в instagram о том что встреча переносится на завтра потому что я пока не знаю что делать короче ребята вроде как написали которые приехали на сходку что они там ждут и можем привезти бензин я сказал ну визиттера окей хорошо если можете привезите пожалуйста чем не остается только ждать тогда пока мотобратья из уфы выручит бедолагу блин видите прогадал блин с этим бензином вообще непонятно конечно как это все вышло вроде ехал ехал вроде лампа загорелась блин и тут бац я посмотрел ребята примерно километров 10 проеду ну и смысл я встану где-то там вообще в кромешной тьме на трассе и буду там тупо стоять короче так же ждать пока бензин привезут а здесь хотя бы какой-то свет есть цивилизация хоть не так скучно ждать подмоги ребята кстати сказания меня предупреждали чтобы я заправлялся почаще потому что может быть такая беда с заправками но я что-то спешил спешил в уфу думал скорее скорее бы уже добраться как получилось так получилось о я слышу мотик кто-то едет вот она походу подмога подскочила брать это ваш бензин у вас бензин тут они на тачке везут все понятно так зовут звать грудь с вами будем знакомы я со всеми с кем встречаюсь ребятами кто ловит на трассе я говорю у вас есть возможность сейчас короче пятеру просто сходу получить есть из трех попыток угадаешь короче страну и город конечная точка это реально сложно никто не угадал сколько ребятами виделся никто так и не смог а ну смотри я еду в казахстан в нур султан и там получается но это можно сказать начало пути не это не узбекистан здорово заехал да отлично огонь здорово вот он заветный бензинчик да все так короче ребята завезли тут целой бандой один купил вторые привезли все кричи заливаем так пацаны держите пока не забыл подгончик да пожалуйста держи по наклеечки мне пацаны вам вообще от души за 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 бензин а давайте так все друзья джесси короче заправили ребятам клеечек дал чакра чуть запутаемся как-нибудь бомбова и полетим уже отдыхать встречу решил короче перенести на завтра на утро для всех ребят у суфы короче захочет нам прийти и запутаться и так далее за фото со всеми и плечу уже сразу завтра в челябинск меня типа пистолет короче все по красоте сделали от какого года линкольн третий сколько он тебя жрет бензина 25 30 нормально сделали это мини сходку короче у кафе уфа со всем ребятам с кем встречаюсь спрашиваете вы как думаете какая у меня будет . конечное путешествие ты кто угадает прям сходу пятеру просто закидываю которые попытки есть единственная подсказка что это не россия казахстан это официальная можно сказать . начала этого путешествия что давайте ваши варианты мне не китай давайте по одной попытке парни еще пока никто не угадал я сколько проехал километров с ребятами сколько пообщался нет да ну такое тоже был вариант ребята называли но не не таиланд давай это три попытки то есть а ты слышал варианты которые ребята говорили это реально это реально не просто ну давай ладно три попытки то есть ну смотри короче я отправляюсь путешествие казахстан это не моя не последняя . это как раз таки начальная морская . моего большого очень путешествие тебе нужно угадать страну и город куда я тут приеду угадываешь пятеру вскоду прям закидываю баку нет азербайджан минус да это не казахстан это не россия давай короче макс еще две попытки то ну конечно давай не а пекин это китай да не не пекин давай третья попытка на самом деле вот многие сразу начинают карту открывать почти все типа что там поблизости что там поблизости но я же вам говорю это надо смотреть на всю планету не на самом деле короче это моя . это короче что происходит от того когда я говорю какая мы конечно . а еще и запустил нашу тему реакция на лицо таким светом ехать одно удовольствие у ребят свет офигенный еще раз выражаю респект парня что бы я просто делал без вас стоял бы где-нибудь здесь в темноте и все так все наконец-то добрались тогда заветные этой заправки я вижу соты и думаю что джесси пора порадовать хорошим бензином ну да ну можно да давайте спасибо парни еще раз вам подсобили что так так что три часа ночи по местному времени по московскому час ночи я только заселяюсь в отель охренеть только мы реально давай недолго катнем потому что мне уже тра получается и сейчас три часа ночи по вашему то мне уже спать часов 5 а этого мало так уже выпили пьяных не катая ну да ну давайте ладно все что летит она на одном короче ребят заехал в уфу в гости вот первая остановка а я с этого ста 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 привет передашь тогда а ну передай привет ста рублю передавай и я боя я покачу как это зовут сколько лет род деятельности ну-ка что-нибудь спой ну ладно так ты ни разу не каталась я вижу потому что подножки еще пока не не открыто сколько выпила что пила отлично ноги на подножке смотрите вверх нужно съесть сюда сначала вверх ноги на подножки и все и едешь поскольку у тебя шлема нету а у меня настроение сил едем медленно ногами держись нормально все крепко держись падать нельзя увезти куда ну пока ну нету пока нету все тебя тоже поработили да тебя тоже в эту тему под подтянули да вот так вот ребята короче уфа встречает болтать ладно мы на пару минут от едем поболтать мы на пару минут поболтать от едем сейчас я подъеду ну только недалеко давай так мы можем здесь поболтать не достаточно здесь интимно нормально да понравилось да чего заповозь не так ли просто вечерина ну как бы не выбирают вообще-то где родиться да я только пера сюда заехал прикинь город посмотреть да и тут бац и ты такая поехали кататься как зовут тебя алина все дмитрий я могу просто камеру выкручивать приставка ты татарка так мы же башкирия хотел там поговорить не 20 чем этом номерами подменять не башки или просто так как шпалкаемся и не разбежаться что-то у нас так не бывает одни раз и не всегда у нас если любовь то любовь у нас нет такого у нас нет для камеры нет на камеру конечно можно так говорить ты правильно все не знаешь да я даже не на камеру заследие видала нет серьезно у нас очень хороший парик на девочке на самом деле научим какой-нибудь фразе прикольной татарской вот что вот мне может такого пригодится а знаешь о лаберса что это где нахуй если ты хочешь чтобы у тебя всю жизнь не получилось говори о лаберса по татарски это дай бог как дай бог о лаберса о лаберса да то есть если ты хочешь чтобы у тебя в жизни все получилось со здоровьем свободной собственно жизни о лаберса дай бог а бог о лаберс так между а тоже мусульманка а я не мусульманник как нам с тобой сделать со мной какую синюю господи боже мой я уже бездет построил планы ты че ну а че нет нет не будем просто все без обязательств вообще ничего не будет вообще ничего не будет ты можешь выбрать камеру я отборю сделала ну и луфе очень клевый парень нам попался кому нам вообще нашему городу уфа Приезти сюда у нас очень клево очень классно Патарстан Башкамастан здесь прикольно я честно говоря взбодрился да мы скорее забьем ну давай будем честно и мы забьем на них подписывайтесь на бау